Дорожный вопрос 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 что сработал, когда человек проехал по дороге и не вспомнил про дорожник. Вот тогда мы честно выполняем свою работу. Когда люди не самым добрым словом про нас вспоминают, значит, нам есть над чем работать. Ну, давайте начнем нашу программу. Конечно, начнем с города Оренбурга, состояние дорог, скажем так, в отдельно взятом муниципальном образовании. Сейчас репортаж и продолжим. 30-сантиметровая линейка уходит в яму ровно наполовину. Улица Рыбаковская будто после артиллерийского обстрела. Знаки ограничения скорости здесь даже не нужны. Люди не разгоняются выше 40 км в час. Слишком чревато для здоровья собственного автомобиля. Полуторакилометровая дистанция с препятствиями начинается от перекрестка с проспектом Парковым и до Победы. Чтобы объехать яму, водителям порой приходится выезжать на встречную полосу движения. Многие же улицы Рыбаковскую просто объезжают. Ну, обещали эту сделать дорогу, Рыбаковскую, Цвилингом. И так и ничего не делают. Работу дорожных служб, как оцениваете? Ну, сейчас, ну, на троечку с минусом. Кому-то вы не знаете, как я от этой дороги. Сами не видите, что ли? Сам вообще живу в Александровском районе. Там очень ужасно. Но не всегда яму удается объехать. И тогда путь до работы или дома оказывается материально затратным. Ехал по улице Терешковой, попал в яму на подъезде в мост. Яма довольно-таки приличных размеров. По длине, наверное, как пол моей машины. Но в итоге два колеса у меня, так скажем, вышли из строя. Они полностью разрублены. Уйти от удара было невозможно. Слева двигалась другая машина. Сейчас Виктор консультируется с юристами. Планирует подавать в суд на дорожников. По требованиям ГОСТа, любые повреждения дорожного полотна шириной 15, длиной 80, глубиной 5 сантиметров и больше, должны быть обозначены дорожными знаками. На территории города Оренбурга и Оренбургского района сотрудниками госавтоинспекции в ходе повседневного надзора выявляются недостатки содержания уличной дорожной сети. А именно, то есть, кочки, ямы. Сотрудники госавтоинспекции уже направили всю информацию в прокуратуру. Ремонтировать дороги в Оренбурге начали. Где-то ямы будут просто латать, где-то асфальт поменяют полностью. Например, на мосту через Урал на улице Донгольской. Все работы планируют закончить к 1 июня. 43-45-07, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте вопросы нашим гостям. Михаил Юрьевич, ну начнем с вас, да? Понятное дело, что каждую весну, как только сходит снег, не сразу можно приступить к ремонту дорог. Вот расскажите, как в этом году будет проводиться ремонт дорог? И когда, хотя я уже видела, уже дорожники вышли на дороги и начали ремонтировать? Ну, здесь первый сдерживающий фактор, который это погода, это положительная температура, которая нам позволяет вести работу. Это должна быть среднесуточная, это не ниже плюс пяти. Вот сейчас как бы у нас это мы на эту температуру уже выходим. И вот с этой недели у нас начали в городе запускаться уже асфальтовые заводы. Вот на данный момент у нас заключены контракты. Вот первое мероприятие, которое мы хотим сейчас по приведению дорог в нормативное состояние, это мероприятие по ямочному ремонту. Это, конечно, не панацея, это не решает всех проблем, но это нам позволяет именно решить вопросы по таким вот именно аварийным участкам, таким вот ямам, которые не должны быть на дороге. То есть это у нас, мы сейчас хотим выполнять работы с тронинационным методом, это мы вот пытаемся в этом году эту технологию запустить, она активно используется и в области. Это так метод выпаривания или нет? Нет, это под давлением фракция, мелкая фракция щебня уже в эмульсии, уже направляется прямо в яму и под давлением наднетается. Это очень эффективно и очень экономично. Заклеивание такой дороги получается. Да, оно забивает, не нужно обрамление делать и очень хорошо держится. Вот мы, еще раз повторюсь, это вот на примере областных дорожников это увидели. Сами еще в городе его не пробовали, только в прошлом году были попытки у нас в осенне, но не очень хорошо получилось. В этом году я думаю, что, я уверен, что у нас эта работа сейчас пойдет, и пойдет очень активно. Вот с понедельника заводы сейчас начинают работать, и я думаю, что уже к концу этой недели уже активно мы увидим на улицах города бригады, которые выполняют именно ямочные ремонты. А если проводить сравнение с прошлым годом, вот как в том году встречали весну, в том году хуже были дороги, или такое как бы это нельзя сравнить? Вы знаете, вот по моему ощущению в прошлом году была потяжелее ситуация. В этом году как-то быстро и вода у нас, и снег хорошо убирали, и воду убрали с дорог, и таких вот, ну, Рыбаковской, понятное дело, очень сложный вопрос. Мы как бы уже подготовили проект по реконструкции данной дороги. Но мне кажется, что в прошлом году было все-таки посложнее. Ну, и опять же, каждый год выполняется вот уже на протяжении, наверное, шести, может быть, даже больше лет очень активно ведется ремонт, и то, что вот обновляется состояние дорог, то есть это позволяет как бы каждый год все-таки ситуацию улучшать. Я когда начинал, это вот у меня уже пятая весна на дорогах, вот первый год, когда я начинал, была ситуация гораздо хуже, и было просто больше дорог, которые не отремонтированы, которые за это время мы привели уже в хорошее состояние. Дмитрий Леонидович, вот как Вы оцениваете сейчас межмуниципальных трасс, или еще рано оценить, потому что не везде еще сошла вода, потому что поводок мы только вступили в поводок. Вот в данном случае, когда будет тоже проводиться ремонт, и в каком состоянии трассы? Ситуация видна уже сегодня. Ремонт уже начат на дорогах межмуниципального и областного значения. Работы уже начались у нас с таких дорог 12,5 тысяч километров, 50 тысяч из них в асфальтобетоне, остальные 7 в гравийке. Соответственно, и работы ведутся отдельно по гравийным покрытиям в части профилировок и по асфальтобетонным покрытиям. То есть, значит, тот самый пресловутый, который не очень людям нравится, ямочный ремонт, но, к сожалению, это такая неизбежная технология, которую надо применять и приходится применять при достаточно высоких износах. Проблематика наших дорог, такая же, как и всероссийская, это, к сожалению, просроченные межремонтные сроки. Кто же в эфире рассказывал об этом, но, тем не менее, это действительно такая проблема. То есть, дорога после того, как она построена, она живет по нормальным техническим законам. Через 7 лет после нового строительства дороги не положено сделать текущий ремонт. То есть, это накатать, что называется, новый слой асфальтобетона порядка 5-6 сантиметров. Через 15 лет дорогу положено капитально ремонтировать. Сегодня у нас, по нашей статистике, 80% дорог с просроченным межремонтным сроком. Причем, к сожалению, уже подавляющее большинство основных трасс с дважды просроченным сроком капитального ремонта. А на них, к сожалению, до сих пор не делался текущий. Отсюда растет площадь ямочного ремонта. Это неизбежно. Но это тот инструмент, который позволяет быстро дорогу привести в норматив. Поэтому мы этим занимаемся уже сегодня. Перед тем, как будем выходить... А как перезимовали те дороги, которые в том году капитально ремонтировали? Где шло строительство? Как они перезимовали? Нормально перезимовали. Загородные дороги живут немножко в другом режиме, в отличие от городских. То есть, в первую очередь, в части водоотвода. Главный рак асфальтобетонного покрытия – это, конечно, застой воды. То есть, на загородных трассах все гораздо проще. И методики содержания, зимнего содержания проще. То есть, снег сбросили с откосов. Все, значит, он уже не тает на дороге. Быстрее продувается и так далее. То есть, при соблюдении межремонтных сроков у нас был минимальный процент ямочного ремонта. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Ваш вопрос, откуда вы звоните? Здравствуйте. Я звоню из городища по поводу дорог в городище. Вот у нас одна единственная дорога, которая мимо церкви. А остальные дороги, вообще по ним ездить нельзя. Предусмотрен хотя бы какой-то ремонт дорог гравийный. Мы не говорим уже об асфальтном покрытии. Хотя бы гравийный. Отсыпать гравием. Потому что весной и осенью вообще ездить по нашим дорогам невозможно. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за вопрос. Что касаемо городища, проблематика эта известна. У нас вот как раз там проходила встреча, где-то месяц назад. Мы с населением встречались, эту проблему озвучивали. И у нас на встрече тоже присутствовал и депутат законодательного собрания Челоян Салим Бакшевич. И он нам предложил такой вариант решения этого вопроса. Мы в этом году готовим документацию. Мы на следующий год закладываем финансирование и совместно с ним, он тоже обещал помочь деньгами, мы уже будем заниматься там и дорогами асфальтами. То есть такое социальное занятие партнерство. Это обычное взаимодействие. Но вот в данном случае конкретный такой разговор был. А что касаемо в этом году, у нас вот каждый год мы проводим мероприятия по грядировке и по цыпке ПГС. Это дорога, которая у нас вот в поселках. В этом году эти мероприятия тоже запланированы. В прошлом году было выполнено много таких мероприятий, в том числе и в городище. Будем тоже делать и оцыпку, и грядировку. А где, если там какой-то, может быть, ямочный ремонт, тоже мы сделаем. Давайте примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте. Слушаем вас. Представьтесь, откуда вы звоните и ваш вопрос. Я звоню из Оренбурга. Мы слушаем вас. Я же не первый раз к вам вообще обращаюсь. По улице, это насчет улицы Лобовской. Она была включена в 2014 году в план ремонт и ничего не сделали. А еще в 2012 году глава Южного округа говорил, что она будет сделана, все. Ее начали делать от Орской. Чуть-чуть сделали и все. Ваш канал приезжал, сюжет снимали. И толку ничего не было. Я пенсионер. Сегодня первый раз выехал на большую дорогу. Ну, чтобы выехать на Шевченко, нам надо... У нас одна улица есть. От Терешковой до Левушинска мы на Шевченко не можем выехать. Если улицы закрыты. Понятно, понятно. Ваш вопрос. Спасибо. Ну, здесь ситуация, в принципе, такая же. Мы сейчас вот в рамках мероприятия по приведению дорог в нормативное состояние, здесь тоже проведем мероприятие, сделаем ямочный ремонт. Конечно, полноценного я не обещаю, что мы полностью весь асфальтобетон поменяем. Но меры примем обязательно. Ну, так или иначе, этот вопрос касается в любом случае финансирования. То есть, что и у вас, что и у вас. То есть, мы бы были согласны отремонтировать все дороги. Кстати, мне сегодня такую вот списку сказали, не знаю, насколько это правда или неправда. Если бы Россия очень вплотную бы занялась полностью решением дорожного вопроса, то тогда бы не было безработицы, потому что все бы работали на дорогах. Я не знаю, насколько это правда или неправда. Но, так или иначе, это вопрос того, что не хватает денег. Но, вот у меня, знаете, Дмитрий Леонидович, вам вопрос. В том году Оренбургская область, получается, впереди планеты всей в Приволжском федеральном округе по сбору, по, скажем так, дорожному фонду. То есть, получается, а нет, по весовому контролю. 747 миллионов мы чуть с хвостиком собрали. Вот в данном случае, куда эти деньги идут, и вот какая часть из этих денег идет именно на ремонт дорог? Ну, действительно, в прошлом году некий такой рекорд, причем всероссийский рекорд. Это сбор платы за провоз тяжеловесных грузов в Оренбургской области. Вот он состоялся, 747 миллионов. Вот эти средства идут непосредственно в Дорожный фонд и, собственно, напрямую на выполнение дорожных работ на наших дорогах. Значит, это один из источников формирования Дорожного фонда, то есть на собственный источник. То есть, можно предположить, что в этом году в Дорожном фонде денег будет больше? И, соответственно, и в области, и в городах будут ремонтировать дорог больше или нет? Ну, к сожалению, огорчу, нет прямой зависимости. Дело в том, что Дорожный фонд штука многосоставная, и главный источник формирования Дорожного фонда – это поступление от акцизов. Вот здесь это главная проблематика Дорожного фонда, проблематика всероссийская. И, к сожалению, ежегодно идет снижение недопоступления средств по основному источнику акцизы. И то, что при плане в 350 миллионов Оренбургской области удалось собрать как плата за проводство 747, это мы частично погасили недопоступление акцизов, чтобы выйти на свои контрольные цифры, на которые в конечном счете, к сожалению, не удалось выйти, потому что в прошлом году Оренбургская область от плановой цифры 5 миллиардов 80 миллионов акцизов недополучила миллиард 300. Ну, то есть это, получается, пятую часть. Частично мы, как бы, благодаря собственным усилиям перекрыли вот это недопоступление. Но все же в этом году, получается, будет снижение по, скажем так, по финансированию, вот именно сейчас межмуниципальных, я имею в виду, трасс, по ремонту, или здесь какие-то новые подходы, новые пути ищутся? То есть как все-таки решать вопросы? Новые пути абсолютно точно ищутся, они такие достаточно интересные, они в плоскости получения межбюджетных трансфертов, федеральных межбюджетных трансфертов. Здесь область самым серьезным образом занимается этим, работает с Москвой. То есть достаточно большая сумма нами запрошена, и есть шанс ее получить. То есть сегодня все основные решения на уровне государственной думы о выделении межбюджетных трансфертов для регионов приняты. Значит, идет такая, может быть, не самая приятная, достаточно нудная работа на уровне Москвы по затверждению всех документов, по подписанию документов, по прокраждению экспертиз, федеральных экспертиз, вот в части проектно-сметной документации, какие объекты область предлагает включить в выполнение по трансфертам. Вот эта работа сегодня идет, и это наша главная надежда, дополнительное финансирование. Вообще область принимает участие практически во всех федеральных программах, дорожных программах. Значит, вот сегодня межбюджетные трансферты, они трех видов. Значит, одну часть мы уже защитили, и область их получила, это 330 миллионов, на компенсацию так называемого налогового маневра, как раз вот то, что выбыло из-за несобранных акцизов. Значит, и два других направления. Первое направление – это осуществление особо важных проектов, которые на уровне федеральном признаны как проекты особой важности. Значит, 20 регионов из всех попали в эту программу, в том числе мы туда попали с объектом обход города Оренбурга, то есть южный обход. Вот сейчас мы эту тему там защищаем, и в этом году запланировано область, там, 550 миллионов на начало строительства. Значит, это раз. Дальше еще один межбюджетный трансферт, который направлен на выполнение поручения президента от 12-го года, декабря 12-го года, на удвоение строительства. Это очень большая, очень серьезная задача. То есть здесь у нас тоже ведется большая работа. Значит, президент дал задание регионам за период 12-й, 22-й годы, то есть за 10 лет, построить дорог ровно в два раза больше, чем было построено за предыдущий период. То есть в Оренбургской области в это время было построено 210 километров, соответственно, 420 километров мы должны построить за 10 лет. Ну, то есть это достаточно приличное. Мы занимаемся этой стройкой. Только в прошлом году введено 53 километра. Как бы это вот в наш банк, что называется, да, Оренбургский банк, прироста в километрах, прироста в сети. Вот сейчас федерация помогает регионам выполнить эту задачу, выделяет трансферты. Единственное, я хотела уточнить, 410 километров за 10 лет, это плюс к тому, что запланировано в Оренбургской области, или это помощь тому, чтобы, скажем так, это выполнить, что запланировано? Это в целом область должна построить новых дорог, именно прирасти новыми дорогами. Всего 410 километров, 420 километров. Понятно. А цена вопроса, о каких суммах идет речь? Ну, сейчас об этом не нужно сказать. Во-первых, и дороги достаточно разные, да, и вот здесь есть некая такая казуистика, да, то есть можно построить дорогу первой технической категории с разделительной полосой, всего 20 километров этой дороги, которые будут стоить, увы, миллиарды. Можно построить небольшой подъезд к малому населенному пункту с гравийным покрытием, где километр дороги, и там 10 километров дороги будет стоить 100 миллионов. То есть здесь есть совершенно разные подходы, но мы занимаемся этим самым серьезным образом. Давайте примем телефонные звонки, и потом вот нам город Оренбург расскажут, сколько в этом году запланировано денег на ремонт Оренбургских городских дорог областного центра. Здравствуйте, слушаем вас. Ваш вопрос, откуда вы звоните? Алло, слушаем вас. Алло? Да-да-да, говорите. Добрый вечер. В Персилове, Оренбург, поселок Расташи, старые Расташи, которые так теперь называются. Улица Первый проезд. Нам лет пять назад, когда ремонтировали улицу Березку, привозили срез и отсыпали дорогу. Большое спасибо, там господин ДВДН к нам помог, южная администрация и так далее. Но нам буквально не хватило 50-70 метров до асфальтированной улицы Расташинской. И как получается, вся вот там грязь все скапливается. Ни дети в школу, ни сами, как говорится, пройти без калош, без сменной обуви не можем. Вот просьба как-то выделить немножечко нам средств на отсыпку этого участка. Понятно, спасибо. И давайте сразу второй звонок, потому что он тоже из поселок Расташи. Здравствуйте, слушаем вас. Меня зовут Ольга. Я по той же близкой проблеме. Вот скажите, хотелось бы знать пояснение. У нас, мы живем в Старых Расташах, в конце поселка. Здесь пробили незаконную дорогу, строят поселки. Расташинские пруды, Расташи-2. Превратили нашу степь ковыльную еще пять лет назад в свалку. Разбили все, что можно. Устроили колеи. Вся наша первый проезд, сплошная грязь, разбитая, даже внедорожники уже проехать не могут. А мы имеем две асфальтовые дороги. Двухполосные Расташи-2, которые упираются в Расташи Газпромовские. И вторая дорога от дачи. От дачи, асфальтная дорога, которая убирается в старые Расташи. Почему бы не оптимизировать эту систему и сделать две полноценные, соединить дороги, которые будут небольшие по капиталовложениям. И сделать объезд вот этим машинам, предположим, через Газпром нельзя, грузовики. Но хотя бы транспорт легковой бы шел. Грузовики шли по Расташинскому. Спасибо, понятно. Михаил Георгиевич. Я как поняла, вы кивали уже, знаете, этот вопрос. Да, и проблематика знакома. Мы в прошлом году выезжали, как раз осенью смотрели, мы вот по дороге, которая к старым Расташам идет, вот с объездной мы туда подъезжали, смотрели на строительство поселка, вот вышеупомянутого, который транспорт все дороги портит. Это мы с округом проработаем вопрос, чтобы там и свалок не было. Я сейчас себе на заметку это возьму и где-то грядировку там проведем, чтобы как бы привести в нормальное состояние. Ну, вообще, конечно, такая проблема есть. Мы готовили проект по объезду Оренбурга, то есть это через Расташи на объездную мы готовили. Это дорога, строительство такой дороги. Проект мы готовили. Но проект дорогостоящий, и там у нас возник ряд трудностей именно с земельными участками, которые уже распроданы, и получалось, что дорога не очень как бы соответствовала всем нормативным требованиям. И решение этого вопроса, вот воссоединение именно этих двух дорог, он пока открыт, к сожалению, потому что очень там все-таки дорогостоящий такой проект. Ну, мы, еще раз повторюсь, мы с округом этим вопросом позанимаемся, строителей поправим, где-то предписание выпишем. Что касаемо вот первого вопроса по срезу асфальтовому, я вот телефончик, наверное, возьму вас в редакции этого человека. Этот вопрос мы решим, не проблема, каждый год мы всегда срезом улицы частного сектора отсыпаем, эту работу проводим, и здесь мы этот вопрос решим. Михаил Ильич, ну, все же, да, к основному вопросу. Сколько денег запланировано в этом году на ремонт дорог, на строительство? Не знаю, как, что будут ли строиться, конечно, дороги в Реморге, но на ремонт дорог, сколько запланировано в основном? В этом году у нас запланировано из всех уровней бюджета на данный момент, ну, порядка чуть больше 400 миллионов, где-то порядка 420. Это много, мало это как? Ну, это нормальная, как бы, цифра, но всегда, конечно, хотелось бы больше, и все проекты, касаемые нового строительства, они капиталоемкие. Что мы на эти средства в этом году планируем делать? Конечно, часть средств у нас уйдет, мы будем рассчитываться по контрактам, которые у нас заключены в прошлом году. Это и совхозную мы в прошлом году улицу построили, и начали строительство дублера Чикалова, это по Уральской дороге, часть туда денег пойдет. Ну, и будут выполняться мероприятия по ремонту дорог города Оренбурга. Где-то это будет так называемый ремонт картами, то есть это такие большие участки будут, перекрестки, допустим, полностью. Есть ряд перекрестков, которые будем делать, кольцевые развязки, что-то будем. В общем, на улицах города ремонт будет проводиться. У нас с Рыбаковской будет. Что касаемо Рыбаковской, по Рыбаковской мы подготовили проект реконструкции, четырехполосная дорога, новое освещение, часть ливневой канализации подреконструировали, потому что там есть ливневая канализация, но что-то мы там внесли изменения определенные. Но получилось у нас стоимость порядка 230 миллионов. То есть это планирование того, что запланировано? Это очень капиталоемкий проект. Конечно, необходимость, она кричащая о том, что необходимо эту дорогу реконструировать. Но пока без финансирования мы, конечно, не сможем приступить к реализации этого проекта. Но в любом случае эта дорога будет приведена в нормативное состояние, она будет отремонтирована. Если в этом году у нас не получится решить вопрос по финансированию, найти средств дополнительных на реконструкцию, то на следующий год мы обязательно уже приступим. Давайте примем телефонные звонки. Здравствуйте, слушаем вас. Представьтесь, ваш вопрос, откуда вы звоните? Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Я живу на улице Авдрашитова. Вот у нас недалеко улица от Женикидзе расположена. В прошлом году ее заасфальтировали. Это, конечно, хорошее дело сделали. Но вот теперь машины там ездят уже, так как дорога хорошая. Но по этой же дороге идут и ченики в школу, катаются дети на велосипедах, и мамочки с колясками катаются. Но вот как-то там и тротуаров не устроено, и нет ограничителей скорости. Хотя какие-то лежачие полицейские. Мне кажется, возле школы их обязаны положить. Это же опасность для детей возникла. Понятно. Спасибо. Ну, что сразу скажу, что касаемо искусственных дорожных неровностей, так называемых лежачих полицейских. Это, безусловно, мы эту работу выполним. Тем более возле школы мы всегда эти социальные объекты, у нас как приоритет, мы всегда их устанавливаем. Тут вопросов нет. Я также сейчас адрес этот запишу. И мы в этом году эту работу за этот сезон выполним в ближайшее время. Ну, а что касаемо того, что не полностью выполнили. Здесь вот по частному сектору у нас очень активно идет совместная работа с депутатами горсовета. Которые как бы нам средства тоже, которые они распоряжаются из городского бюджета, они направляют именно на подобные мероприятия. Но не всегда удается. Мы как заходим, когда мы видим проблемы, нет дороги. Соответственно, и тротуара нет. И для того, чтобы хотя бы начать как бы уже вот это решение вопроса, мы поэтапно начинаем действовать. То есть дорогу делаем, потом у нас есть программа по строительству тротуаров. В этом году она тоже довольно-таки обширная. И совместно с депутатами опять же мы определяем, где лучше, где начать. И постепенно этот вопрос мы и решаем. Ну, здесь как бы обещания не буду давать насчет того, что в этом году у нас там появится тротуар. Но на заметку этот вопрос себе обязательно возьмем. Давайте еще телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас. Ваш вопрос, откуда вы звоните? Алло. Алло. Да-да-да, слушаем вас, говорите. Я в городе Солилецк. Знаете, вот видите, красивые, очень красиво говорите. А вот и ныне там. Дороги очень в плохом состоянии, в плачевном. И самое печальное, что отремонтировав дорогу, наблюдаешь, как через 2-3 года она начинает рушиться. Куда уходят наши средства, куда уходят наши налоги? Вы можете нам пояснить простым обычным гражданам, которые ездят по этим нашим дорогам и ломают собственный транспорт? Ваша, вы сейчас конкретно про какую дорогу, допустим, говорите? Ну, у нас все-таки много улица Орская, улица Чапаева, например, улица Уральская, которая была не так давно отремонтирована. И даже там большегрузный транспорт не ездит. Там только ходит легковой автомобиль. Понятно, спасибо большое. Дмитрий Леонидович, ну вот немножко к вам, наверное, больше адресу этот вопрос. Потому что, на самом деле, такой частый вопрос, потому что дорогу отремонтировали, а потом раз, и она разрушена. Ну, во-первых, те дороги, которые были перечислены, дороги, которые относятся к муниципальному образованию города Солилецка, насколько я понимаю. Да, это односторонно. Ну, если говорить о принципиальном подходе, любая вновь построенная или отремонтированная дорога, она встает на гарантийное обязательство, построившего ее. И если в рамках этих гарантийных обязательств начинается разрушение, то строитель обязан это исправить, естественно, за собственный счет. Сегодня правила гарантийных обязательств, они для любых дорог абсолютно одинаковы, потому что они продиктованы нормативной документацией федеральной. Сегодня эти правила очень ужесточились. Значит, гарантийные обязательства на верхний слой асфальтобетонного покрытия, на любых дорогах, муниципальных, федеральных, региональных, значит, 4 года. Поэтому, естественно, это задача того, кто выступил заказчиком. Если говорить о городских дорогах города Солилецка, ну, очевидно, выступал заказчиком города Солилецка. То есть заказчик обязан потребовать, исполнившего эти работы, устранить все ромашки, скажем так, брак, устранить брак за счет его гарантийных обязательств. У нас в области масса примеров, когда мы ведем такую работу, и наши коллеги в муниципалитетах ведут такую работу. Областные дороги, которые межмуниципальные, сколько денег, скажем так, за 2014 год возвращено именно, вернее, даже не денег, скажем так, какие обязательства, гарантийные обязательства будут исполнять подрядчики в данном случае, где им придется за свой счет некачественная работа? Ну, вот, значит, каждая весна, она начинается с того, что наша специальная комиссия проезжает и осматривает все объекты, построенные в 2014 году, и, соответственно, выдвигает претензии, либо не выдвигает претензии ко всем подрядчикам. То есть это делается после того, как произошло оттаивание, потому что по завершению оттаивания, то есть это май месяц. Вот в мае месяце будут все объекты до единого осмотрены, причем на самом длинном периоде, потому что если гарантийный срок на асфальто-бетонное покрытие 4 года, то гарантийный срок на земляное оплатно 8 лет, и на водопропускные трубы 8 лет и так далее. Поэтому все дороги, которые ремонтировались, строились, реконструировались в этом периоде, они у нас в нашей комиссии осматриваются, осматриваются, после этого мы предъявляем претензии своим подрядчикам. Это и в части мостовых сооружений. Есть какие-то такие дороги, где, скажем так, уже есть такое подозрение? Ну, не скажу сейчас. Подозревать дело такое в инженерной службе, это не самое правильное. Все измеряется, а все есть методики замеров, методики диагностики и так далее. Мы этим вооружены, у нас для этого есть специальная диагностическая лаборатория передвижная, которая проверит все эти объекты, в обязательном порядке обмерит. Еще раз повторюсь, мы выдвинем претензии нашим подрядчикам, если таковые и будут. В Оренбурге. Ну, здесь хотелось бы добавить, что у нас тоже ежегодно подобные мероприятия проводятся. То есть они начинаются у нас в апреле и где-то к концу мая они уже заканчиваются. У нас комиссионно совершается объезд всех гарантийных дорог, которые находятся на гарантии. Совместно тоже мы работаем с округами, то есть вместе с представителями округов. Выезжаем, обследуем. Если где-то есть у нас дефекты на дорогах, на гарантийных, хотя я тоже соглашусь, что вот, знаете, вот таких явных нарушений на гарантийных дорогах, вот даже за мой период работы, за пять лет, такого, чтобы построили дорогу на гарантии и сошла вместе с водой и со снегом, такого не было. Вот положа руку на сердце, я вот такого не могу вспомнить. Да, где-то есть вопросы частичного где-то, может быть, разрушения там полотна где-то, которые подрядные организации, в принципе, все устраняют без всяких лишних вопросов. И не доходя ни до судебных решений, ни до чего-то там. Просто мы сперва осматриваем дорогу, приглашаем подрядчика, составляем акт, все, даем время на устранение, и этот вопрос решается. Я сейчас режиссеров попрошу показать видео, которое было опубликовано на сайте Реа-56 на той неделе. Дмитрий Альянидович догадывается о чем, и эта ситуация, которая произошла на Акбулакской трассе, вот телезрителям хотим показать, что вот произошел размыв дороги, это так, ну, это можно отнести к форс-мажорным, да, обстоятельствам в данном случае. Понятное дело, что водитель не видел, и по счастливой случайности он оказался жив, но мы видим, да, на экранах, вы сейчас видите на экранах своих телевизоров, что машине предстоит, ну, дорогостоящий ремонт, потому что вся ходовка снесена. Вот, Дмитрий Альянидович, расскажите, как это так произошло, и какие работы уже проведены в этом направлении, и что будет с водителем? То есть будет ему возмещаться средство или не будет? Ну, первое, самое главное, замечательно, что люди живы, вот, и без тяжелых травм это пошлось. Раз, два, значит, дорога была Федоровка, 16-й километр. Значит, на прошлой неделе, по-моему, в четверг это произошло у нас, скажем так, инцидент. Вот, залповое таяние воды, значит, поводка, ну, сегодня, кстати, идет в области поводок, время достаточно сложное, может быть, самое сложное для дорог, вот, для водопропускных сооружений, для мостовых сооружений и так далее. Значит, произошло быстрое таяние залповое, значит, по логу собралось достаточно большой объем воды, там, вот, кстати, на видео даже это хорошо видно, там, именно в этом месте заложена водопропускная труба сечением 1000 миллиметров, 1020, если уж точно. Вот, то есть она не справилась, к сожалению, не справилась вот с таким большим объемом воды. Вот, произошло размыв самого земляного полотна, причем это произошло за считанные часы. Потому что... Ну, трасса не очень активная, как я еще говорила. Трасса не очень активная, но трасса в очень приличном состоянии, потому что, скажем, это гравийная дорога, по которой люди ездят 110 километров. И, собственно говоря, вот водитель оказался молодцом, что, как бы, резко прибавил газ, он и так шел за сотню. И перепрыгнул. Вот, просто перепрыгнул. Теперь что будет? Он, ну, в моем понимании, обязан предъявить претензию, вот, в судебном порядке отстоять свои права, получить компенсацию за разбитый автомобиль. Это обычная практика, и, естественно, это, конечно же, судебная практика. Значит, что произошло на дороге? Вот, размыв произошел в 6 часов вечера, если уж точно в 18.45, в 11 часов утра на следующий день, то есть, дорога была отремонтирована, и проезд был дан. В ночь было организовано дежурство спецтехники с поблизковыми маячками, чтобы не допустить подобных случаев. Были выставлены знаки, которые объясняли о том, что проезжать нельзя. Ну, как бы, никакого форс-мажора не произошло. Эта дорога, она у нас такая транзитная, она соединяет Булак с Беляевским районом. И, в общем-то, населенные пункты, которые на них находятся, все они остались с движением, как со стороны дороги Оренбург-Беляевка, так и со стороны дороги Сулец, как Булак. Ну, вот такой цидент, который, к сожалению, на дорогах имеет место быть. Сегодня до паводок, сегодня ситуация, может быть, проще, чем во многие другие годы, она тоже не самая простая сегодня. Месты под водой и так далее, и так далее. То есть, в общем, дорожники... Давайте примем телефонный звонок и будем подводить итоги. Здравствуйте, слушаем вас. Ваш вопрос, откуда вы звоните? Алло, добрый вечер. Это вам звонит Целека, Куатуллин Рафаил. У меня вопрос к начальнику дорожного управления Оренбургской области. Вот у нас находится дорога Оренбург-Илек границ с Республикой Казахстан. Ну, дорога вот изумительная, отличная. Но вот в том году сделали щебеночное покрытие. Такое ощущение, как будто это сделали специально, чтобы мы били все машины, стекла. Особенно участок это Кардаилово-Постепки, Нижнепаловка. Вот, ну, зачем это делать? Это же ничего, никакое улучшение для проезжей части ничего не делать. А вот только мы уворачивались от этих булыжников. Больше создали аварийную ситуацию. И причем тут, как там делали... Сейчас вот обращайтесь, говорят, в Переволодское дорожное управление. Ну, при чем тут мы это? Эти там большая Волга, кто там отвечает? Вот кому хоть найти? Все машины побиты. Вот кто едет, смотрит все. Понятно, спасибо, спасибо, понятно. Эту технологию будут просто ругать и ругать. Вот это щебеночное, которое поверх асфальта кладут. Давайте так, мы обсуждали. Да, да, мы уже обсуждали этот вопрос. Эренбург и Леггаранистка, Сахстана, это одна из наших федеральных дорог. Вот, значит, заказчиком там выступала большая Волга, то есть федеральное управление. Вот, ну, понесуть. Вот, технология, в общем, далеко не самая плохая. Технология очень распространенная в Российской Федерации. Вот, технология, имеющая свою, скажем так, нюансы. Вот, одна из главных ее задач, это должен быть очень хороший, высококачественный битум. Очень видно, вот, при укладке вот этого защитного слоя, это называется технология широковатой поверхностной обработки. Вот, как бы, я предполагаю, что был не самый качественный битум. Ну, во-первых, все то, что отлетело, понятно, что подрядчик по тем самым гарантийным обязательствам в этом году выполнит. Потому что, кстати, на той же дороге Оренбург и Легг достаточно много участков, которые делались и в позапрошлом году, и в прошлом году, которые ведут себя более чем достойно. Значит, теперь то, что касается, опять же, побитых машин. У нас, слава богу, Оренбургской области уже есть практика, есть прецеденты, когда водители отстояли свои требования, были предъявлены претензии к подрядчику, выполнившему эту работу, и в судебном порядке они были удовлетворены, произведены выплаты, причем немалые выплаты. Поэтому, если вы считаете, что ущерб нанесен именно вот этим образом, некачественно выполненным ШПО, подавайте в суд, и, в общем-то, практика в пользу водителя. Ну, и в данном случае вы тоже в этом заинтересованы, потому что тоже заинтересованы, чтобы все-таки дорога была качественная, потому что в данном случае это может выполнить подрядчик, то есть исполнить свои гарантийные обязательства, и меньше будет нареканий. Итак, да, сколько у нас, две минуты осталось до конца эфира, так все же, да, вот если подводить, вот какую цель и задачу вы ставите себе на этот год, вот Михаил Юрьевич, да, как должны сработать дорожники города Оренбурга? Прямо вот по минуте, вот сейчас скажем. Конечно, самое главное, все запланированные мероприятия, которые мы планируем, должны быть выполнены в срок. Я считаю, это основная задача, естественно, они должны быть выполнены качеством, с надлежащим качеством. Это, наверное, самое основное. И что посоветуете водителям в данном случае? Я сейчас, конечно, могу посоветовать немножко набраться терпения, пока вот после зимы мы вот сейчас за этот короткий период времени приведем дороги в нормативное состояние, и уже эта тема не будет так актуальна у нас. Буквально, я думаю, что к концу мая. Дмитрий Леонидович, тоже что посоветуете сейчас водителям, и какую задачу перед своим ведомством ставите на вот так вот... Водителям безаварийного проезда по всем дорогам в любое время суток и года. Задачи, ну, глобальных, наверное, четыре сегодня. То есть это обеспечить сохранность наших дорог и их нормативное состояние, обеспечить безопасный проезд, продолжить внедрять те самые инновационные технологии, которыми мы занимаемся не один год, и будем продолжать заниматься. Ну и выполнить ту задачу, которую нам поставил президент по удвоению строительства сегодня. Будет задача дорожников всей страны. Да, чтобы президент выполнил свои обещания. Ну, я имею в виду в данном случае в лице правительства Российской Федерации дали денег. Плюс огромная задача привлечь средства. Подведем это интерактивное голосование. Конечно, 52% это неудивительно, что их не удовлетворяет качество дорог, но мы сами тоже с этим согласны, в этом направлении работаем. 16% говорят, что раньше было хуже. Так что 32,16% это почти половина людей, которые оценили вашу работу на четверочку, или, может быть, кто-нибудь даже на пятерочку. Спасибо вам большое. Это была программа «Обратная связь». Встретимся с вами в четверг. В четверг у нас программа обещает быть очень интересной. Будем с вами говорить о системе здравоохранения. Сегодня счетная палата народовала, скажем так, результаты проверки. Коммерсант об этом написал, что недовольны той проводимой реформой здравоохранения. В области прокуратура провела проверку и выявила 300 нарушений в системе регионального здравоохранения. Вот об этом поговорим с нашими гостями в четверг. В гостях у нас будет заместитель областного прокурора и министр здравоохранения Оренбургской области. Так что звоните, задавайте свои вопросы и обязательно участвуйте в нашем эфире. А я вам желаю хорошего вечера и соблюдайте скоростной режим, пока дороги не отремонтируют. Ну и, в принципе, и когда отремонтируют, тоже соблюдайте скоростной режим. Такие вот правила. Так что удачи, хорошего вам вечера. Редактор субтитров А.Семкин